Продолжение следует... 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 Сейчас кого-то другого на моем месте потянуло бы в размышления. А отчего все так? Именно поэтому я быстро от них отстранился и снова попробовал решить проблему. Не могли бы вы немного скостить цену? С какой радостью? С большой, честно ответил я. Ммм, опять якобы задумался продавец. Я понял, нет, сказал я. Вы правильно поняли. Вежливость не помогла. Что ж, у нас в арсенале еще имеется оружие. А как насчет жалости? У меня больная мама, и бабушка, и прабабушка, и тетя по дядиной линии. Это как? Не важно. Продайте мне тапочки с уценкой. Мне повторить по слогам? Смотря что. Нет. Нет. Вот и ладушки. Хм. Я опять порылся в арсенале и извлек на свет новое оружие. Угроза. Если вы немедленно не продадите мне эти тапочки по баснословно низкой цене, то... Уважаемый скелет нацелил на меня миниатюрную базу. Видимо, он держал ее под прилавком. На всякий случай. Этот случай, как он счел, настал. Я понял намек. Окей, окей. Я поднял руки в примеряющем жесте. Уважаемый хмыкнул и убрал базу. Мой арсенал опустел. Средства добивания своего, назовем их так, оставалось все меньше. Буквально парочку я еще не использовал. Я выгреб из кармана деньги. Пошуршал ими перед отсутствующим носом уважаемого. Ноль реакции. Соблазнение деньгами не прокатило. Я приготовился конючить. Последнее средство имени стой на своем. И увидел, как уважаемый потянулся за базукой. Так что пришлось закрыть арсенал и быстро спрятать деньги в карман. Видимо, настало время залезть, образно выражаясь в секретное отделение. Эй, что это там? Я указал наверх. Скелет задрал череп и застыл на мгновение. А мне достаточно было имига. Размахнувшись, я въехал продавцу в шушальник. Отбил руку, но поверг врага на пол. По крайней мере, будет знать, как хамить покупателю. Уважаемый проехался по полу, уже в отключке. И врезался в стенд, с которого попадали товары. Естественно, на самого продавца. Пока он не вскочил и не бросился на меня или за базукой, я кинулся к тапочкам. Схватил и хринулся прочь из магазина. То, что произошло дальше, лучше всего описать в предложениях, абзацах. Уважаемый очнулся и вызвал копов. Началась погоня. Я прыгнул в такси и приказал гнать, что есть силы. Полиция за мной. Я вышвырнул водителя такси и сам сел за руль. Копы не отставали. Я заехал на космодром, надавав по шеям системе охраны. Полицейские дышали мне в затылок. Я угнал звездолет. Вершители правосудия сделали то же самое. Ну и страж порядка у нас. Ведут все, как хотят. Я сидел в кресле пилота. На коленях у меня лежала раскрытая инструкция по управлению звездолетом. Такая есть на каждом космическом корабле. Я смотрел в книгу глазами левой головы. Зинками правой я отыскивал кнопки, на которых неплохо бы нажать. А бельма мне средний глядела в зеркальце заднего вида. Коп нагоняли меня. Я выжимал из суденышка все лошадиные силы. Эль какие они? Центурианские? Неважно. Это не помогало. Я уже начал готовить речь, которую произнесу перед копами, прежде чем они навалятся на меня с дубинками. Но тут... Опачки! Озарение. Глаза правой головы случайно натолкнулись на тапки, лежащие на приборной панели. А тапчики-то гиперпространственные. Я бухнул кулаком по кнопке автопилота. Схватил тапки, надел их и начал разгоняться. А со мной, естественно, стал разгоняться и весь звездолет. В зеркальце заднего вида я наблюдал за скользающим назад кораблем полиции. Все дальше и дальше, за черту видимости. Копы в скафандрах повылазили из люков и в гневе затрясли кулаками. Я усмехнулся. И не успел досчитать до трех, как преследователи исчезли. Отлично. Теперь развернем корабль, пока он не вошел в гиперпространство. Затем войдем в него, то есть в это самое пространство. И перепрыгнув через копов, попадем обратно в ад. Откуда мы и вылетели. Но тут-то и начались более крупные проблемы. Корабль меня не слушался и даже огрызался. Я отвесил им пар подзатыльников или, как их, подпанельников. Но это ничего не дало. Я еще подубасил по панели. Никакого эффекта. Похоже, применив тапочки, я сбил настройки корабля. И теперь он летел. Куда? Нет, понятно, что прямиком к куполу. Нереальность на замкнутый мир. Но что ждет там? И не жарюсь ли я? Купол ведь настолько горячий, что обогревает всю нереальность. Я не запаниковал. Отродясь, не знаешь, что такое страх. И знать не хочу. Но что-то где-то засосало. Возможно, под ложечкой или под каким-то еще столовым прибором. Поздно спохватившись, я сбросил тапки. Это ни к чему не привело. Похоже, я разогнулся до такой степени, когда остановиться уже невозможно. Скоро мы войдем в гиперпространство. Выйдем ли мы из него? А если выйдем, то куда? О, черт! Вспомнив древнюю заповедь «Не паникуй», я успокоился. Не то чтобы совсем, но по большей части. Корабль открыл разноцветную прореху и скакнул в нее. Мы оказались в гиперпространстве. Скорость посудины возросла во много раз и спадать не думала. Мало того, она становилась все больше и больше, больше и больше. Мне оставалось только надеяться на лучшее, что я и делал, попутно молясь. Надежда умирает, хм, да, с последним. А я тут как раз, первый и последний. Вот круто, а? За этими невеселыми мыслями я не расслышал, что мне сказал Колбинсон. «Дец, дец, дец», крикнуло мне в самое ухо. «А, что, я здесь?» «Паха здесь», – уточнил профессор. «Но очень скоро произойдет очередное искривление пространства. Ты снова купишь тапочки и снова отправишься в полет и снова очутишься здесь». «И вы не знаете, как это предотвратить?» «Не, не знаю». «А разве я только что не был на корабле?» «Перестань болтать, пожалуйста, и послушай меня». Я провел временное исследование и понял, что дело в тапочках. Не надевай их, они неисправны. Чтобы уйти от вагони, ты используешь их, попадаешь в гиперпространство и при этом продолжаешь разгоняться. Ты не можешь остановить тапки, а они разгоняют вас кораблем до такой скорости, что прошиваете пространство время насквозь и оказываетесь в мире прошлого. Словно какие-нибудь... Эммм... Как же это? Ах да, попаданцы. И в этом прошлом мире мы снова разговариваем. Я рассказываю тебе то, что мне удалось узнать из моих исследований. Но потом ты все забываешь. Почему это? Ну как же? Это реакция реальности на попытку изменить ее. Она меняться не хочет и стирает раздражающие ее факторы. Но из-за нее я оказываюсь в петле пространственно-временного континуума. Именно. Поэтому-то тебе нельзя надевать тапки иначе. Если я их не надену, копы меня поймают и освежуют. Профессор Колвинсон задумался. Эээ... А ты попробуй таки не надевать. Вдруг все кажется не так страшно. Страшно нет. Но страшно больно. Дэц. Проф говорил что-то еще. А тем временем у меня в голове рождалось нечто вроде озарения. Вот оно назревало, назревало, назревало. И вдруг как хлопнуло. Итак. Реальность нашей нереальности очень староптива. Она не хочет меняться. Ну шо ж. Не хочет так не хочет. И процент вероятности такого исхода меньше чем... Проф. А проф? Чем? Да. Что? А зачем вообще мне понадобились эти тапки? Они тебе не понадобились. Они нужны мне. Для чего? Ну как же. Эксперименты. Опты. То есть вы послали меня, чтобы я их купил, заранее зная о том, что они неисправны? Ээээ... Вы очень предусмотрительный проф. Настолько, что наверняка знали и о петле, которая возникнет, когда кто-то эти тапки купит. И пусть этим кем-то лучше окажусь я, чем вы. Так? Ну... Давайте сюда деньги. Колбинсон сначала не врубился. Но потом хлопнул себя по лбу и достал из кармана души. Не пугайтесь. Просто наша валюта так называется. «Вот, держи, я буду тебе очень благода...» Я взял деньги и сунул их в карман. Надо действовать, пока я опять все не забыл. «Да-да, как всегда, верно, проф? Чао!» Я вышел из университета, где профессор Колбинсон ставил свои опыты и направился в ближайший стрип-бар. «Реальность не хочет меняться, чтобы угодить мне. Ну что ж, я не буду ее менять. Даже пробовать не стану. Я просто повеселюсь в стрип-баре. Потом, может быть, забреду в казино и сыграю в покерок. Найду себе классную девчонку, схожу с ней в ресторан, а после понятно что. Так я потрачу деньги. И не на что будет покупать столь необходимые мне тапочки. Опыты, значит, эксперименты. Эх, проф-проф, не умеешь ты жить». Через несколько часов я проснулся в каком-то отеле. И, естественно, в кровати с обалденной красоткой. Как ее звали, одному дьяволу известно. Надо не привыкать. Важнее было другое. Я вдруг подумал, что надо срочно потратить оставшиеся деньги. Мне показалось, и если этого не сделать, произойдет что-то неприятное. Теперь-то ясно, от чего у меня возникли такие мысли. С мелочью в кармане я бы снова приперся в магазин и попытался купить тапки. А в тот момент меня лишь посетило чувство, что надо избавиться от наличности. О том, как все обстоит на самом деле, мне позже рассказал Кобинс. Так, значит, я подумал. Но уж нет, дудки. Имею в виду, что неприятности сейчас совсем ни к чему. В такой приятный и погожий денек... Когда я пустят, пока я осталась для меня тайной, наконец вернулся домой. Я взял с табуретки джинсы и высыпал деньжат на кровать. Подсчитал. Можно приобрести бутылку вина и пиццу. Вот ведь цены ничем. На нормальный перекус средств хватает, а тапчики гиперпространственные, даже ломанные, переломанные, на них не купишь. Но это были частности. Главное, я не оставлял реальности ни единого шанса. Алло. Это ресторан на первом этаже? Примите, пожалуйста, заказ в номер. Примите, пожалуйста, заказ в номер.